Саламу алейкум. Бен Хаджмурад Караев. Бен спортпромоутер. Хаджмурад, когда вы приехали в Турцию? В Турции я появился в 2017 году. И я уже сразу переехал на берег Средиземного моря, в Анталию. Так уже знал, что буду жить именно в этом городе. Расскажи про те турниры, которые провели в Турции. Первым из турниров, который мы совместно с Федерацией ММА в Турции привезли, это был турнир ACB. Проходил в Кемере. Был крупный турнир, на котором были почетные гости, такие как Фрэнк Мир. И много интернациональных бойцов. И бойцов с Турции было представлено в этом карте. Следующим турниром я уже проводил собственный турнир King of Warrior в Анталии. И после этого турнира пошел импульс. Ребята, которые помогали мне в проведении турнира, начали проводить уже свои организации. Такие как Strike FC, Legend, ну и другие мелкие турниры уже разрослись по Анталии. Благодаря тому импульсу, который я дал для развития ММА в Турции. Также сильно и мне, и другим ребятам помогал в организации продвижения своих турниров Магомед Азарсанов, который всегда был рад помочь начинающим организаторам. Расскажи, пожалуйста, про ММА в Турции. ММА в Турции имеет очень специфичный вид, потому что он еще не узаконен и не находится в реестре спорткомитета. Есть федерация ММА, которая возглавляет наш хороший товарищ, дорогой товарищ Аля Рик, который много в чем нам помог в первых турнирах, всегда шел нам на встречу. Также есть новый промоутер, новый организатор. Я бы сказал, что новая надежда на развитие ММА в Турции. Это мой хороший друг Сердар Гоккая, который живет в Анкаре. Он долгое время прожил в Европе. Очень креативный. И человек, который реально хочет поднять ММА в Турции на новый уровень. Он недавно провел совместно с Казахской лигой «Октагон» крупный турнир близ Стамбула в городе Измит. И турнир прошел на ура. Есть ли перспективные бойцы в Турции? В Турции на самом деле очень много есть материал для продвижения бойцов, так как бойцовские и борцовские традиции здесь развиты на высшем уровне. Просто нужна заинтересованность со стороны говермента, государственного управления. Также нужен правильный комплексный подход. Это в тренировочном процессе. И остальных. По всем направлениям нужно правильно двигать этот спорт. Когда твой следующий турнир? Следующий турнир я, скорее всего, проведу по профессионально-вольной борьбе, так как я недавно открыл свой промоушен «Рестлинг Кинг». И планирую турнир проводить в Алании. В нем будут собраны лучшие турецкие борцы, международные борцы и несколько схваток между представителями ММА. Успех – это везение или работа над собой? На этот вопрос можно, конечно, ответить как-то философски. Но все равно труд. Как труд, труд ничего не заменит. Успех, он тебя облиняет. А трудолюбие все равно бьет любой талант и успех, я так считаю. Самый большой провал в твоей жизни, который когда-либо случался с тобой? Ну, были два провала. Не самые крупные, я скажу. Но и они не зависели от меня. Это первый турнир я отменил в Москве в апреле, когда началась пандемия. Я отменил турнир. Ну, во всем мире отменялись ивенты. Всех закрывали дома. А следующий такой курьезный случай у меня произошел год назад на турнире в Кемере до начала событий в Украине. Тогда отменили рейсы, и турнир был под угрозой срыва. Многие спортсмены не смогли прилететь. Но все равно турнир мы провели. Хоть не так, как мы планировали. Какой вид спорта развит в Турции? В Турции, несомненно, развит вид спорта, такой как футбол. Футбольные традиции здесь на высшем уровне. Они сильно опережают все остальные виды спорта, такие как борьба, бокс, ММА и любой другой. Футбол, на самом деле, особым особняком стоит в Турции. Твой любимый футбольный клуб? Я не самый большой болельщик футбола, но, скорее, это Башикташ, так как это был основан нашими кавказскими предками на территории Османской империи. За этот клуб больше болею. Какой формат зайдет, по твоему мнению, для проведения турниров ММА в Турции? В этом вопросе тоже у меня есть свои планы, свои наметки. И я, скорее всего, буду постараться кооперировать в футбол и ММА. И у меня есть свои мысли. Надеюсь, что в этом году я смогу их воплотить в жизнь и посмотреть, как оно будет воспринято турецким обществом. Что бы ты пожелал турецким ММА фанатам? Чтобы больше вовлекались в этот вид спорта и как-то пытались добиваться успеха, потому что материалы есть огромные для развития. Надо просто упорство и трудолюбие. Поехали!